Дорогие братья и сестры, продолжаем наши уроки, посвященные вопросам идеологии. На прошлом занятии мы начали разбирать вопрос об бада, о проявлении ранее скрытого. И подчеркнули, что это один из исламских, неопровержимых исламских убеждений, отраженных в священном Коране, в Откровении и в речах непорочных посланника Аллаха, его истинных наместников. И говоря о том, что в терминологии, исламской терминологии означает бада, мы раскрыли его глубинный смысл. И сказали о том, что бада – это убежденность в том, что деяния наши, действия наши решают нашу судьбу. Они меняют ход развития нашей судьбы, нашей жизни. И это непростые причины и следствия, которые известны каждому человеку, такие как, например, трудолюбие, которое играет известную всем роль в жизни человека. И здесь причинно-следственная связь между трудолюбием и успехом человека, например, более-менее связь здесь каждому ясна. Нет, речь идет немножко о более глубинных причинах, более скрытых причинах. Например, поддерживание родственных связей. Очень часто в Откровении, в преданиях от непорочных мы можем встретить, что поддерживание родственных связей увеличивает благодать, плодотворность и качество жизни. Казалось бы, какая здесь связь? Человек через свой опыт, человек через физику, химию, биологию или же какие-то другие известные человеку науки не может обнаружить здесь причинно-следственную связь. Какова же связь между поддерживанием родственных связей и повышением качества жизни? Какая здесь может быть связь? И когда мы говорим о качестве жизни, нужно подчеркивать, что мы не говорим о материальном качестве жизни. Мы говорим о том, что качество жизни повышается духовно. Жизнь становится более плодотворной. Человек может успевать в своей жизни больше. Может успевать больше. Это мы говорим к тому, чтобы вы не думали о том, что поддерживание родственных связей влияет на материальную сторону жизни. Речь не об этом. Эту связь тот или иной человек в той или иной мере может уловить. Но человек не может уловить связь между поддерживанием родственных связей и духовным улучшением качества жизни. Какая же связь, человек не может понять, какая же связь между поддерживанием родственных связей и успеванием. Успеванием везде и во всем. Какая здесь связь? Человек просто так эту связь уловить не может. Так вот, бада означает, что человек сам решает свою судьбу. И те поступки, которые он совершил, например, 20 лет назад, могут сыграть роль в его жизни спустя эти 20 лет. Или через 30 лет. Или через 40 лет. То есть влияние тех или иных деяний человека на его жизнь, на его судьбу крайне сложно уловить. И бада говорит об этом, говорит о том, что те или иные деяния и в предании, в исламском учении указываются на те или иные деяния и на их результаты. Какой результат имеют те или иные действия. Например, в преданиях говорится о том, что милостыня, благотворительность защищает человека от болезней. Мы эту связь уловить не можем. Какая же связь между благотворительностью и крепким здоровьем? То есть те или иные деяния, которые играют ту или иную роль в жизни человека, на них указано. В исламском учении, в преданиях указано. Говорится в них. И говорится об этом также и в Священном Коране. Например, в одном из аятов Священного Корана сказано следующее. «Если вы будете благодарны, то я увеличу ваш удел». То есть мы видим, что благодарность Богу является причиной увеличения человеческого удела. И, конечно же, благодарность Богу во всех его проявлениях. Это не просто словесная или мысленная благодарность. Она сопровождается и определенными практическими деяниями, между которыми, связь с которым человек не может уловить увеличение удела. Он не может понять, как, например, доброе отношение к соседям, доброе отношение к окружающим, доброе отношение к своим родственникам, которые предполагают также и поддерживание их в трудных ситуациях. Какая связь между этим действием и увеличением удела и так далее. Таким образом, мы видим, что в Священном Коране, и это не единственный аят, в котором указывается на это явление, на это убеждение, об этом также говорят и преданин. Я приведу одно предание от имама Ба'кера, который сказал следующее. Поддерживание родственных связей очищают деяния, очищают поступки человека, в частности, богослужения. Что значит очищают? Делают их более качественными. Человек перестает совершать бессмысленные поступки, если говорить более ясно, чуть более примерно. Ватунмиль амвал. Поддерживание родственных связей увеличивает имущество человека. Ватадфа'улбальва. И защищает человека от бедствий. Бедствия могут быть разными. Человек, например, может попасть в ДТП, или же может произойти какое-то природное явление, которое коснется также этого человека. Бедствия бывают разными. И поддерживание родственных связей, согласно словам его святого имама Мухаммад Багир, али-салат-фа-салам, защищает человека от этих бедствий, поддерживания родственных связей. Поддерживание родственных связей облегчает расчет в день суда. В судный день облегчает расчет человека. Ватунси уфил аджал. И откладывает смерть. Поддерживание родственных связей влияет на длительность жизни. Таким образом, мы видим, что как в предании, так и в откровении указывается на то, что деяния человека, поступки человека меняют его судьбу, влияют на его исход, исход его жизни, на его будущую жизнь, и на его земную жизнь, на исход его земной жизни, на его судьбу, на развитие, на ход развития его судьбы и жизни. Таким образом, это и есть беда. Беда, как один из исламских идеологий. Но почему он называется беда? Это название сыграло определенную роль в тех или иных обсуждениях, в тех или иных спорах, и даже более того, в тех или иных заблуждениях относительно данного убеждения. Дело в том, что беда, как мы говорили ранее, означает в словаре, и означает проявление ранее скрытого. И использование этого в исламской терминологии, этого слова, в данном случае, относительно данного убеждения, данного явления, данной истины, было использовано по той причине, что человек, проживая определенную жизнь и не совершая, до тех пор, пока он не совершил тот или иной поступок, его жизнь должна была продвинуться по определенной линии. Но совершив тот или иной поступок, для него проявляется новый исход его жизни, новая линия его жизни, то есть то, что было ранее скрыто в результате несовершения того или иного поступка, проявляется после, то есть проявляется новая линия жизненная, новая линия судьбы после совершения того или иного поступка. Что касается споров относительно данного названия, некоторым показалось, некоторые решили, что это названо так, потому что до того, как человек совершил тот или иной поступок, Богу неизвестна была та линия, та новая линия. И совершив тот или иной поступок, человек меняет свою судьбу, и таким образом для Бога открывается новое знание о судьбе человека. Но это заблуждение Бог Всезнающим, Бог прекрасно знает и учитывает все действия человека в своем плане. Это мы немножко возвращаемся к предыдущему обсуждению, к предыдущему вопросу. А когда и кадр? Бог учитывает все действия человека. Благие и неблагие, предосудительные, непредосудительные, преступления или добродеяния, все без исключения учитываются Богом. Бог прекрасно знает, где, в какой момент своей жизни тот или иной человек поменяет свою судьбу, изменит ход своей судьбы, своей жизни. Бада, это названо, это явление Бада названо, потому что проявляется новая линия для человека, новая линия его судьбы. Но Богу оно известно из вечности. Бог знает всемогущим, является всемогущим из вечности. Бог не приобретает каких-либо знаний в течение какого-либо, какого бы то ни было времени относительно кого бы то ни было. Бог, все, что знает, все его знания являются извечными, потому что являются его самостью. Самость его извечна, не является изменчивой, сотворенной и так далее. Поэтому Бог всезнающий. И когда мы говорим Бада, мы не говорим, что для Бога что-то проявляется. Бог прекрасно знает все, что будет происходить с человеком. Прекрасно знает линию, истинную, настоящую линию человеческой жизни. И здесь необходимо подчеркнуть, что это убеждение, на которое указывается в исламском учении неоднократно, играет очень важную и значимую роль в воспитании человека. Потому что если человек осознает эту истину, осознает, что благие поступки играют положительную роль в судьбе человека, а преступления играют отрицательную роль в судьбе человека, вне зависимости от того, улавливает человек связь между этим поступком и его следствиями или не улавливает. Вне зависимости от этого, эти поступки меняют жизнь человека. Благие поступки в сторону благого, светлого будущего, светлой судьбы, а неблагие преступления, грехи в сторону темной стороны, в сторону несчастья меняют судьбу человека в худшую сторону. Осознав это, человек, конечно же, улучшит свои качества, будет совершенствоваться. И поэтому это убеждение, которым у нас научил Бог через откровения, является очень важным воспитательным фактором. И необходимо каждому из нас относительно данного убеждения проводить исследования, изучать более глубоко, более подробно, чтобы воспользоваться плодами и благодатью этих убеждений. На этом наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.